Преодолеть 2000 километров по непроходимому снегу, увидеть северное сияние и установить во льдах флаг Челябинской области. После похода на знаменитый перевол Дятлова, челябинский священник и министр культуры поставили себе новую высоту. На этот раз вип-туристы отправятся в экстрим-тур на приполярный Урал. Горная местность, которая полностью лишена лесного покрова, и в этом будет, конечно же, свои сложности. Потому что ветровые нагрузки, снеговые нагрузки в этом году очень большие, снега выпало аномально много. Перед экспедицией туристы почти месяц проводили тренировки на Таганайе. Ведь бороться предстоит не только с холодом. До первой точки маршрута 500 километров по бездорожью. Поэтому в путь путешественники отправятся на грузовиках Уралаз. В дороге на 7 единиц техники понадобится 2500 литров топлива. Автомобили предназначены непосредственно для перевозки грузов, в которых будет снаряжение экспедиционное транспортироваться, так и автомобили, так называемые вахтовые автобусы, в которых в достаточно комфортных и теплых условиях будет перевозиться личный состав экспедиции. Дальше полторы тысячи километров на снегоходах до вершины Монорага. В этот раз экспедиция будет межрегиональной. В состав группы войдут команды из Крыма, Камчатки, Москвы и Екатеринбурга. В том числе два научных сотрудника. Кроме того, покорять приполярье отправятся и юнормейцы. Наши предки прокладывали через эти труднопроходимые места свои какие-то пути. И вот восстановить эти пути, понять, что сегодня духовная миссия, наверное, нашей экспедиции в этом и состоит. Пока всех секретов и точек маршрута участники не раскрывают. Но обещают привезти южноуральцам из приполярье подарок – семена кедра, которые высадят в местном питомнике. Стартуют южноуральские экстремалы 10 марта из Миаса. Экспедиция в снегах продлится две недели.